Александр Ефимович, я хочу для тех наших зрителей, ну, может, ещё есть хоть какой-то там процент тех, кто не знает, кто сейчас перед нами, хотя я думаю, что, может, и нет таких. Тем не менее, я хочу вас представить. Александр Роднянский, режиссёр, продюсер из Киева, многократный призёр Каннского фестиваля, номинант на премию «Оскар», член Киноакадемии США, обладатель «Золотого глобуса» и национальной кинопремии Франции «Сезар». По версии международного издания «Варите», он входит в рейтинг 500-500 наиболее влиятельных людей мировой киноиндустрии. Ну и также к вашим ещё регалиям и наградам я бы добавила, что в России вы объявлены иноагентом и заочно арестованы басманным судом. Александр Ефимович, скажите, а вы бы что к этому представлению добавили? Я обычно ограничиваю словом «кинопродюсер», вот и всё. Больше ничего. В моей профессии, знаете, у меня дедушка говорил, лет 65 ему было, я помню, я маленьким был, я поздний внук, и он говорил, мерзкая профессия, он говорил, кино. Сколько бы тебе лет не было, тебя любой может обозвать идиотом и иметь на это полное право. Поэтому никакие бывшие заслуги, награды, призы и прочее значения особого не имеют. По-прежнему, знаете, как начинающие кинопродюсеры, всё. Каждый раз ты взбираешься на вершину снова и должен отвоевать своё право быть на этой вершине. Когда ты доказываешь что-то, потому что, смотрите, я когда-то обратил внимание, это в практике маркетинга фильмов всегда называют последний. Ну, например, классик Ридли Скотт, которого я, например, обожаю за первые фильмы, за «Бегущий по лезвию», за «Чужого», за «Дуэлянтов». Ну, первые великие фильмы. Его каждый раз представляют режиссёром то «Прометея», то «Домогучий». Ну, на мой взгляд, фильмов не лучших. Но такова наша жизнь. Нужно каждым следующим фильмам доказывать свой статус и своё право на продолжение работы. Александр Ефимович, вот хочу сначала вернуться в первые дни широкомасштабного вторжения. Вы, в том числе Дмитрию Гордону, в интервью рассказывали о том, как в первые дни, по сути, вы решили перевернуть свою жизнь и, оставив весь бизнес, всю недвижимость, которая у вас была в России, со своей женой уехали из России, уехали навсегда. Скажите, пожалуйста, тяжело вам тогда это решение, Даусь? Слушайте, в этой секунде особо уже и не думаешь. Тогда не было такого момента, когда бы мы сели и поговорили, а что мы сейчас делать будем, а как в этой ситуации жить. А сопоставили бы варианты, проанализировали. Война шла с 2014 года. Нас жизнь, ну, так сложилась, вывела в своё время в Москву. Я с 2002 года оказался в Москве, где руководил телекомпанией СТС-Медиа, вывел её на американскую биржу. Это американская компания, которая в те времена работала на российском и шире постсоветском рынке. Вот были такие времена, когда американские компании надеялись на полноценное и свободное развитие медиа и инвестиций в медиабизнесы в той части мира. И я руководил этой компанией достаточно успешно. Потом, когда жизнь внутри телевидения закончилась, я вышел, в том числе, из акционеров 1 плюс 1. Это случилось полностью. Из телевидения я ушёл в 2008 году. Я занялся кинопродюсированием, вернулся в кино, откуда, собственно говоря, я отправился в начале 90-х в телевидение. И пытался развивать бизнес международный между Лос-Анджелесом, Москвой и Европой. Ну, понимая, что преимуществом таких продюсеров, как я, то есть выходцев из Восточной Европы, являются сильные позиции в своей части мира. И так вот, как бы, в 2014 году я оказался вовлечён в огромное количество проектов и внутри всего того, что называется жизнь, бизнес и прочее, что не позволило мне никак не отреагировать по факту жизни на произошедшее в Украине. Я всё надеялся внутренне, что оно изменится. Когда 22-го… жалеете сейчас об этом? Не могу сказать. Я не принадлежу к категории людей, которые там жалеют. Я бы так сказал, я отвечаю за все свои решения. Я могу какую-то часть из них считать удачными, какую-то неудачными, но я никогда не жалею. Это же жизнь. Я же не ребёнок, чтобы, знаете, плыть по течению. Я принимал решения. Я с 2014 по 22-й год сделал, наверное, свои главные фильмы. Ну, те, к которым я отношусь. Я сделал в России «Левиафан», «Любовь», «Дылду», «Ражимай кулаки», «Мама, я дома». Я сделал за пределами России «Облачный атлас» и «Сэн-Сити» второй. Но, тем не менее, какие-то вещи меня внутренне очень угнетали. И поэтому в 22-м году, когда случилось то, что случилось, началась полномасштабная агрессия. И уже где-то день на третий министр, уже бывший министр обороны Российской Федерации Шойгу опубликовали его обращение к министру культуры, в котором он требовал исключения меня и Зеленского. Почему он так? И что он имел в виду из российской культурной повестки? Так это формулировалось. Стало ясно, что там уже оставаться и нельзя. Даже если бы я очень хотел, было бы понятно, что я следующий в этом конвейере, по которому прошли большое количество людей. Ну, там сейчас вот через суды проходит Женя Беркович со Светланой Петричук, а там быстро сели какие-то другие люди, те, кто не уехали из страны. Стало ясно, что мне там места нет по-любому. Даже если бы я очень хотел, а я в этой ситуации не понимал, как там находиться и сосуществовать в пространстве, которое превратилось в безвоздушное. Если в 2014 году там был, условно говоря, сегменты проигравших политической конкуренции людей, но это были значимые сегменты, где можно было делать фильмы, общаться с людьми, разговаривать совершенно полноценно, не занимаясь имитацией жизни и, ну, как бы, без лжи по отношению к себе и к другим, то в 2022 году это стало невозможным. Ты можешь либо молчать полностью, выживать, попытка внутренней эмиграции, либо сотрудничать с этой властью. В моём случае мне бы не дали возможности просто молчать. От меня бы потребовалось, конечно, публичное соглашательство с режимами его позиции, но вот на это я уже пойти не был готов. Удалось ли вам за это время продать ваш бизнес, продать вашу недвижимость в России? И если нет, то, вот если в денежном эквиваленте это измерять, то сколько вы потеряли? Я, знаете, я обычно это не комментирую. Конечно, ничего толком не удалось ни продать, ни ничего. Это всё осталось вот в тот момент, в который я уехал. Оно всё осталось там. И я для себя сразу сказал, ну, окей, оно так и будет. Ну, жизнь пойдёт заново. Я, признаться, очень много раз начинал жизнь заново. И для меня это не испуг и грешно жаловаться в моём случае. всё-таки у меня была компания в Соединённых Штатах, я международный чек, у меня был офис в Германии и много возможностей. Поэтому, в отличие от огромного количества моих коллег из той же Москвы или, я уже не говорю о беженцах из Киева, я всё-таки не находился в таком положении, чтобы сказать, ну, как бы начать сначала. Нет, я продолжал жизнь. Ну, да, потерял очень много. Очень много. Ну, потому что там была полноценная жизнь с полноценной инфраструктурой, жизнь с домами, с квартирами, с офисами, со всеми-всеми-всеми делами, с компанией, с активами. Ну, что делать? Значит, в каком-то смысле заплатил за невероятно неверно принятые решения. Так и должно быть. Сегодня вы обладатель украинского паспорта. Скажите, пожалуйста, а вот за годы жизни в России? Простите, я прервал. Я всегда им был. Меня никогда не было. Да, да. Вот, смотрите, а у меня вопрос. Вот за годы жизни в России, причём, как вы сами сказали, за годы активнейшей жизни, заметной жизни в России, когда вы создавали очень резонансные фильмы, ну, у чего только левиафан стоит. Были ли попытки со стороны российской власти предложить вам отказаться от украинского гражданства и перейти в российское? Они это любили всегда делать. Если да, то как вы ответили? Если нет, то, в принципе, размышляли ли вы о том, чтобы стать гражданином России? Ну, понятно, сегодня страна-агрессора. Ну, я приехал в 2002-м, и в те времена вообще не было вопросов. И я вам должен сказать, что где-то вот в первом десятилетии этого века в Москве было очень много украинских менеджеров из экзекьютеров, то есть людей, руководивших большими компаниями, причём, очень большими компаниями, типа Евраза был Хорошковский, был Женя Уткин, который руководил компанией, Евтушенкова. Ну, много, я всех не припомню. И в те времена как бы Россия пыталась быть международной, и, конечно, мой украинский паспорт никак особенно не выделялся. Никто в тот момент ко мне не предъявлял никаких требований, ни претензий. И я руководил американской компанией, в которой работало огромное количество американцев, англичан, и у нас основной язык, бизнес-язык, был внутри английский. Ну, понятно, язык вещания был русский, естественно, но внутри бизнеса и отчётность, и общение с акционерами, и так далее, и так далее, это всё было англоязычно. Затем, по мере развития политических процессов в России, это становилось, жить с украинским паспортом становилось всё более сложно. Ну, например, там в мелочах это проявлялось в том, что, например, я никогда не мог зайти в Останкино. Мы не работали, у нас не было офиса в Останкино. Но я время от времени туда приходил по делам, и люди с паспортами нероссийскими должны были ждать, чтобы спустился кто-то из тех, кто тебя, кому ты якобы идёшь, приглашая, ну, условно говоря, руководство телеканала или руководство телевизионного центра, спустились, и ты имел право находиться там только в сопровождении. И это касалось любых государственных организаций общественных, не таких важных, я имею в виду, и государственных и общественных. То есть, на самом деле, просто пройти без в спропуском было нельзя. Ну, а во всём остальном это часто вызывало вопросы. И я жил по таким пятилетним разрешениям на жительство, ну, такие как бы права на жительство ПМЖ, да, и его выдавали на пять лет. И формально после пяти лет уже можно было подавать на паспорт. И мне каждый раз было сложно, продлевая вот это вот разрешение на жительство, объяснять, почему я не хочу подавать на паспорт. Потому что каждый раз задавали вопрос, зачем вы можете смело получить паспорт и получите его. Учитывая то, что я ещё руководил много лет главным кинофестивалем в России, кинотавром и владел им, то это подчас вызывало много вопросов, потому что кинотавр я сам и превратил из фестиваля международного в фестиваль русскоязычного кино. Ну, просто это было как бы в тот момент, мне казалось, у фестиваля значительно больше потенциал как главного фестиваля русского кино и русскоязычного. И это сработало, фестиваль был очень важен, но, конечно, в роли, в начале там с украинским паспортом он не вызывал никаких вопросов, потом начала вызывать. И время от времени где-то под конец моей жизни в Москве, где-то вот уже начиная с 17-18 года ко мне многие мои друзья и какие-то коллеги и какие-то даже недрузья говорили, ну, а как это ты можешь жить без российского паспорта? Ну, давай уже сделай. Ну, вот, и я отказывался внутренне. Вы знаете, у меня не было чувства такого аналитического, рационального, что, мол, наступит момент, когда это будет важно. Ну, просто как-то мне было неловко, если честно, чисто эмоционально неловко, что отказ от одного паспорта, просьба другого паспорта, но это звучало как какой-то жизненный выбор, человеческий выбор. А у меня такого человеческого выбора не было, я не собирался там себя как-то менять в этом смысле. Ну, да, по жизни, наверное, было бы легче с российским паспортом там жить. Ну, в конечном счете выживем и так. В общем, я отказывался. И последний раз, я помню, знаете, как иногда веришь в приметы, мы на Новый год с друзьями уезжали. И когда возвращались, меня не пустили в Россию, домой, в Москву. Не пустили, потому что у меня был украинский паспорт, это ковидные времена. Это был 21-22 год. И мы не проходили по какой-то там по системе ограничений. И нас депортировали, просто вот, при том, что мы там прожили, причем даже пограничные офицеры знали, меня говорили, мы вас знаем, вот, ну, извините правила. И нас продержали с женой в относительно таком комфортном отстойнике, простите за слово, и отправили обратно. И дальше мы уже получали разрешение, въехали, и я понял, что это уже конец, что дальше мы уже жить не сможем. Во всяком случае, ну, как бы, стало ясно, я не понимал, что начнется война, но разговоры уже шли, но мы же все, так сказать, не особо в это верили, включая руководство Украины. Вот, поэтому, ну, вот, такие мелочи, они уже под конец меня привели к убеждению, что все, этот этап жизни завершается. Александр Ефимович, вот вы знаете, сейчас спонтанно родился вопрос, не думала его задавать, потому что обычно этот вопрос любит задавать Дима, Дмитрий Гордон. Но, вот, вы рассказывали о том, как раз, как и там друзья какие-то высокопоставленные, да, там что-то советовали, говорили, ну, возьми русский паспорт и так далее. Но мы же понимаем, что большинство вот людей, которые занимают какое-то положение в обществе и являются там самыми яркими представителями своих индустрий, так или иначе попадают в поле зрения сначала КГБ, потому что, ну, вы и в то время уже, в принципе, были ярким человеком тоже, да, потом ФСБ, вот, живя в России. Скажите, пожалуйста, а были какие-то попытки подката к вам КГБ или ФСБ с целью завербовать или сделать вас другом, ну, вот, что-то там вам такое сказать, чтобы вы с ними как-то сотрудничали? Нет, я даже не знаком ни с кем из них, если честно, из новых, вот, с ФСБ, с кегабистами. Я в советские времена, когда особенно снимал документальные фильмы, пересекался. Я брал интервью и у Крючкова, и у Грушко, и у Шабаршина, но это руководители КГБ СССР, но это были перестроечные времена. И я многих тогда повидал, вот, мне было любопытно, потому что для советского гражданина руководители КГБ звучало, ну, демонически. Это важные люди, было интересно, у меня было много вопросов. И я их задавал, было любопытно. Во времена жизни в России совершенно было ясно, что страна существует и складывается из множества сегментов. И внутри элиты существовал сегмент силовой, конечно, но был сегмент такой, как бы, если хотите, либеральный. И я был связан с либеральным максимально. То есть я был знаком, с кем-то дружил, встречался, бывал в компаниях, встречался в гостях, но никогда с силовым. Я никогда в жизни не видел вживую ни Патрушева, ни Бортникова, ни Шойгу. Белаусова, вы не знаете? Белаусова я видел один раз живую, но он был тогда, кажется, замминистром экономики. И экономистов, в смысле, я имею в виду либералов, я знал. По-моему, он с Грефом работал, Грефом у меня был знаком хорошо. Поэтому мы никогда не сталкивались. А с их стороны интереса ко мне не было, потому что я всегда воспринимался, это было чувствовалось как очень чужой и враждебный. Всегда. Особенно это стало очевидным в 2004 году после Первого Майдана, когда мы выступили, и в России это было воспринято как максимально нелояльное действие, об этом писали, говорили. И с тех пор, в общем, я воспринимался скорее как такой, ну, скорее засланный казачок. Что, в общем, и подтвердила это письмо Шойгу, который даже не задавался... Александр Иванович, извините, я неправильно задала вопрос. А СБУ у вас вербовала? Нет, эти точно нет, никогда. Нет, я вообще, честно говоря, на каких-то этапах жизни я пытался помочь найти взаимопонимание украинским политикам, которые меня неоднократно просили с кем-то познакомить в Москве, с теми, с кем я был знаком. Но ничем хорошим это не заканчивалось. И те, и другие оставались недовольными своим общением и винили в неудаче чуть ли не меня, но в том смысле, что, мол, говорили с двух сторон «твой друг оказался». В общем, с двух сторон были не друзья, а знакомые. Но говорили «твой друг оказался». И всё, и я уже чувствовал себя. Поэтому на последнем этапе жизни, вот последние лет пять, я уже никого ни с кем не знакомил и не хотел быть частью никаких разговоров. Оставьте меня в покое. «Благими намерениями», как говорится. Александр Ефимович, я знаю, что появление в Украине после 24 февраля 2022 года многих из топ-топ звёзд, западных, международных, мировых звёзд, это ваша заслуга, что к этому руку прикладывали вы. Вот расскажите, пожалуйста, кого именно вы помогли привести в Украину, когда и как это было? Ну, во-первых, в Украину все, очень многие, вернее, с удовольствием ехали сами. Давайте так честно скажем, и хотели. Если там кому-то я мог чем-то помочь советом, или задавали, мне звонили, очень многие задавали вопросы, и доехали или не доехали, уже был вопрос второй, но понятно, что хотели. Но я со своей стороны представил Офису Президента, в смысле и Президент в итоге подружился Шона Пэна, потому что Шон Пэн хотел снять документальный фильм, и он снимал этот фильм с режиссёром, с которым документальный, ну, он был документальным режиссёром, я его знал по прежней жизни как достаточно известного американского продюсера, который вместе со мной работал на фильмах Роберта Родригеса, Мачете и Гора грехов. Вот, потом я дружу близко, достаточно коротко, с Джессикой Чистейн, она приезжала, и для неё было важно, она со мной советовала в деталях и делала свою программу, но она нашла быстро общий язык со всеми и осталась в отношениях. Я разговаривал с руководством Нетфликса, с Тедом Сарандесом, и он собирался поехать, и мы даже с ним уже ехали, но там случилось какой-то очередной Киев, обстреляли, это был, по-моему, декабрь 22-го или 3-го года, вот, и он не доехал, сошёл, ну, как бы, не дали, это всё-таки одна из крупнейших корпораций мира, у них есть своя политика, точно так же, как и руководство Эпла, потом из... А Эпл тоже мог приехать, да, вот кто сейчас... с удовольствием и с интересом, но вы не забывайте, на самом деле, это не преувеличение, у огромного количества корпораций, есть внутренние политики, которые регулируют поведение своих руководителей, senior executives, в случае военных действий, не могут ехать вместе, обязательно должны разные самолёты и так далее, и не имеют права ехать, даже не имеют права отправлять сотрудников в зоны боевых действий, есть очень жёсткие правила внутри корпорации. Продолжение следует...